МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новостер Федсвнеф. В студии Мария Ирунич. Сегодня в выпуске. Лекции ведущих ученых страны в Сарове прошла Высшая школа физики Госкорпорации Росатом. Наука 0+, Российский федеральный ядерный центр, принял участие во Всероссийском фестивале науки. Саров, мой зеленый город, участники команды поддержки изменений в Федсвнеф вышли на акцию по зеленению города. Встреча с чемпионами Олимпийских игр СССР в спортивном комплексе РФедсвнеф прошли мастер-классы по настольному теннису. С 7 по 13 октября в Сарове прошла Высшая школа физики Госкорпорации Росатом. Главная цель проекта – воспитание нового поколения научных лидеров. В течение недели молодые специалисты предприятий атомной отрасли слушали лекции ученых Российской академии наук, и обсуждали актуальные темы в сфере физики и инноваций. Подробности далее. Высшая школа физики – проектная инициатива Госкорпорации Росатом, которая включает мероприятия, направленные на привлечение талантливой молодежи в сферу науки и инноваций. К сожалению, старшего поколения ученых остается все меньше и меньше. Связь между молодым поколением и старшим поколением, к сожалению, не очень крепкая, и не всегда есть возможность из личного общения это знание получить. Все-таки в Росатоме огромный задел научный и огромные потенциалы человеческие, потому что к нам приходит очень много талантливых молодых людей, которых нужно доращивать. Воспитать научных лидеров – именно так звучит слоган школы. Главная цель – развить научно-технические компетенции работников атомной отрасли и помочь им установить научные связи, необходимые для развития профессиональной карьеры молодого ученого. Само начинание по инициативе Росатома высшей школы физики достойно только всяческой поддержки. Суть этого предложения, которое реализуется уже многие годы, что на предприятиях отрасли отбирается порядка 5-6 молодых специалистов. Это не студенты, это молодые специалисты. И потом им читают лекции самые лучшие ученые Российской Федерации. Все профессии хороши, и поэтому все должны участвовать в этом, повышать свою квалификацию. Высшая школа физики предоставляет участникам уникальную возможность послушать лекции и лично пообщаться с ведущими учеными России, академиками РАН. В программе школы – научные лекции, семинары, тренинги личностного роста, технический тур на производственные площадки Федерального ядерного центра в НЕФ, посещение музея ядерного оружия. Росатом – это высокотехнологичная корпорация, и поэтому сотрудники, особенно те, которые работают в научно-исследовательских подразделениях, конечно, должны быть оснащены самым новым знанием. Очень правильно для ваших молодых сотрудников, которые действительно хотят быть широко образованными, которые хотят становиться лидерами, им очень важно послушать лекции ведущих ученых, которые показали бы им вот эти рубежи современной науки. Проект высшей школы физики вызвал интерес у многих ученых. Александр Сергеев, президент Российской академии наук, подготовил для молодого поколения курс лекций, посвященный экстремально-силовым световым полям. Тема экстремально-световые поля, она сейчас очень актуальна, потому что появляются источники, с помощью которых можно уже вести эксперименты, видны очень серьезные практические приложения, в том числе и в интересах Росатома, и в-третьих, это передний край фундаментальных исследований, которые, возможно, позволят нам открыть различные тайны мироздания. С помощью источников вот таких вот сильных, сверхсильных, экстремально-сильных экстремагнитных полей можно здесь, у нас на Земле, в лабораториях, создавать такие условия, которые прежде никогда не были достижимы у нас здесь, а имеют место, например, в недрах звезд. Для участия в школе кандидатами был пройден серьезный докступенчатый отбор, который включал в себя оценку научной активности молодого ученого, его желание развивать и совершенствовать свой исследовательский потенциал. Заявок было много, но стать участниками могли лишь 30 человек. И Дмитрий Калякин оказался в их числе. По словам молодого человека, приобретая любые новые знания, он получает возможность их применения в области своей научной деятельности. Меня интересует, в принципе, то, что сейчас актуально в атомной отрасли. Это и радиохимические проблемы, и радиационное материаловедение, ну и, соответственно, все остальное. Чтобы как бы постоянно развиваться и свои компетенции развивать. Антон Миновщиков приехал из Снежинска. Он – инженер-исследователь Всероссийского научно-исследовательского института технической физики. Работаем непосредственно с лазерами. Хотелось бы услышать мнения ведущих специалистов в этой области по проблемам, с которыми сталкивается наша отрасль. Все курсы лекции высшей школы физики будут оформлены в научные труды и опубликованы. Ознакомиться с ними сможет каждый желающий. Наш город стал одной из площадок Всероссийского фестиваля науки «Наука-0+.» Мероприятие прошло на базе технопарка «Саров». Организатором выступил Российский федеральный ядерный центр «ВНЕВ» по предложению ректора МГУ имени Ломоносова в рамках соглашения о создании консорциума «Вернацкий-Саров». Фестиваль проходит уже в 14-й раз, и в этом году объединил не только вузы, музеи и научные центры, но и школы в 72 регионах России. В нашем городе в нем приняли участие более 50 школьников из лицеев номер 3 и 15. Программа мероприятия выдалась насыщенной. «Саровская площадка» стала участником телемоста, организованного МГУ с участием ректора Виктора Садовничева. Специалисты разных научных школ «ВРФИАЦВНЕВ» понятным и доступным языком рассказали школьникам, чем занимаются ученые и какие перспективы открывает общество их работа. Также ребята познакомились с основами создания мультипликационных фильмов и машинного обучения. В викторине от музея «ВРФИАЦВНЕВ» будущие ученые продемонстрировали блестящие знания истории атомной отрасли, за что получили подарки. Фестиваль «Наука-0 плюс» в технопарке «Саров» стал еще одним событием в развитии образовательных проектов с участием «ВРФИАЦВНЕВ» научно-образовательного консорциума «Вернацкий» и детского технопарка «Кванториум» научно-образовательного центра Нижегородской области. К другим новостям. Ежегодно сотрудники городообразующего предприятия принимают активное участие в различных акциях по благоустройству города. На мероприятия по озеленению выходят ветераны, активисты профсоюза, молодые специалисты. В этот раз в рамках проекта «Саров. Мой зеленый город» участники команды поддержки изменений «ВРФИАЦВНЕВ» и Совета молодых ученых высадили деревья в одном из дворов по улице Садовой. Сделать мир чуточку лучше. Именно такую цель преследуют эти ребята. В 2016 году в Российском федеральном ядерном центре «ВНЕВ» была создана команда поддержки изменений. Инициатором проекта выступила госкорпорация «Росатом». В команду поддержки изменений вошли молодые и активные лидеры, объединенные идеей вовлечения сотрудников в проект улучшения предприятия и города. Команда поддержки изменений, она курируется департаментом обучения и развития персоналам. Непосредственно Мачкаева Вера Ивановна находится под чутким контролем Юрия Миновича Якимова, а также куратором деятельности команды поддержки изменений Шарабановым Петром Александровичем. То есть такая вот тройка лидеров, которые курируют деятельность команды поддержки изменений и стараются сделать так, чтобы молодежь на личных на инициативе вносила изменения в различные сферы деятельности, улучшения привносила. Одно из направлений работы команды поддержки изменений «РФЯЦ в НЕВ» – проект «Саров. Мой зеленый горд». Он реализуется уже несколько лет. В прошлом году участники благоустраивали аллею за зданием Центра управления социальной защиты населения на проспекте Мира. В этот раз они высадили более 20 саженцев деревьев во дворе дома 72 по улице Садовая. Помимо озеленения конкретной территории, лидеры изменений видят свои задачи и привлечение внимания жителей к вопросам комплексного благоустройства города, а также развития традиций общественно полезной деятельности. Данный проект направлен как раз на благоустройство озеленения территории и объединяет неравнодушных граждан, которые хотят, чтобы окружающая природа была зеленая, благоустроенная. Проект «Саров. Мой зеленый город» – это совместная акция команды поддержки изменений с КХК ФДЖ. Всего во дворе было высажено три вида деревьев. Молодые дубы привезли сотрудники градообразующего предприятия Светланы и Николай Сусловы. Рябины и клёны, а также весь необходимый для посадки инвентарь предоставила управляющая компания. Опыт у нас уже достаточно большой, совместная работа. Нас очень радует, что находятся такие активные молодые инициативные жители, которые хотят сделать свою жизнь лучше. Эльвира Мальцева – научный сотрудник Российского федерального ядерного центра. На акцию по озеленению она пришла вместе с сыном Артёмом. Мальчик не просто смотрел со стороны, как проходит посадка деревьев, а принимал активное участие. Работал лопатой, поливал саженцы. Лет 20 назад, когда я была сама школьницей, мы в школе сажали и облагораживали свой двор. Это в другом городе было. И на счастье деревья принялись. И сейчас, спустя сколько, уже много лет, мы приезжаем, уже там большая березовая роща. И я знаю, что это моя березка, это моя елочка. Показывает своему ребенку, горжусь, хвалюсь перед мужем. Вообще это хорошее дело. И поэтому хорошие дела нужно творить, показывать пример другим, особенно нашим детям. И гордиться, что есть такая возможность, озеленить наш двор. Ну и приобщиться к хорошему делу. Я живу с собой, с моей мамой и всей красотой. В акции приняли участие около 15 человек. Все они высказали пожелание продолжения совместных мероприятий по озеленению и благоустройству городских территорий. Перенять опыт у лучших из лучших. В спортивном комплексе «РФИАЦ внеф» прошли мастер-классы по настольному теннису от призеров олимпийских игр и победителей чемпионатов российского и международного уровней. Титулованные спортсмены поделились опытом и мастерством со всеми желающими. О том, как прошел праздник настольного тенниса, расскажем в следующем репортаже. Праздник настольного тенниса прошел в преддверии открытого городского турнира «Саровская ракетка». И впервые в таком формате. Участников ждала встреча с именитыми чемпионами по настольному теннису. Мастер-классы провели в спортивном комплексе «РФИАЦ внеф». Площадку выбрали не случайно. Как один из лучших залов в городе, который может разместить одновременно и болельщиков на одной площадке, и игроков, и зрителей, ну и вообще принять всех желающих очень радушно. Пуляризация спорта в ядерном центре довольно велика. И мы принимаем всех желающих именно ради этой цели, чтобы приходили в спортивный зал заниматься спортом и собственным здоровьем. Приглашение дать мастер-классу для саровчан приняли выдающиеся спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр времен СССР. Андрей Лапшин, Артемий Гончаров и Ирина Земскова. А также мастер спорта СССР международного класса Андрей Мазунов. Для саровских теннисистов это стало отличной тренировкой перед предстоящими состязаниями. Как раз перед соревнованиями, чтобы ребята, и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы в нашем городе, теннисисты, посмотрели технику, поиграли с мастерами. Задача такая, чтобы в нашем городе популяризация настольного тенниса продолжалась, не падала. Все играли в настольный теннис. Встретиться со своими кумирами, теми, кто побывал на вершине спортивного Олимпа, мечта любого начинающего спортсмена. У Владимира Новикова в тот вечер сбылось заветное желание. Взять уроки игры в настольный теннис у чемпионов. На них очень интересно посмотреть, посмотреть на их технику. Это вообще, точно такие моменты нужно точно присмотреть, не пропускать. Настольным теннисом Владимир Новиков увлекся пять лет назад. Юноша постоянно участвует в различных соревнованиях и повышает свое мастерство. Он считает, что настольный теннис по своей тактике похож на интеллектуальные игры. Свои действия спортсмен должен рассчитывать на несколько ходов вперед. Надо очень быстро соображать и реагировать, продумывать свою игру, конечно, с любым соперником. Надо тренироваться и не сдаваться, до конца играть в любой ситуации. Мастер-класс начался с игровой разминки. После тренеры и юные спортсмены приступили к отработке основных элементов настольного тенниса. Ирина Земскова занимается настольным теннисом с детства и уже в юношеском возрасте вошла в тройку сильнейших спортсменов и юниоров СССР. Поэтому она точно знает, чем хороший этот вид спорта для молодого поколения и на что стоит обращать внимание во время игры. Даже мышцы пресса качаются, глаз наш тренируется. Это очень высококординированный вид спорта и технически исполнять его тяжело. На встречу с известными спортсменами пришло большое количество саровчан разного возраста. Никто не хотел упустить шанс скрестить ракетки с чемпионами, посмотреть на их технику игры, перенять приемы. Сами гости отметили, что уровень игры саровских спортсменов достаточно высокий. А у юного поколения есть потенциал, который нужно развивать. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vnf.ru и в эфире канал «16 по четвергам» в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok